В пострадавших от паводков районах Бразилии растет заболеваемость и смертность от инфекции, передающейся через грязную воду. А КНДР снова провели запуски баллистических ракет. Подробнее об этих и других международных событиях в нашей рубрике «Мир сегодня». Северная Корея вновь провела испытания баллистических ракет. От кадров с запуском снарядов малой дальности продемонстрировал государственный телеканал КНДР. Стрельбой руководил лично северокорейский лидер Ким Чин Ин. Официальное северокорейское агентство сообщило, что цель была успешно поражена. Государственный департамент США осудил запуск как опрометчивый и нарушающий многочисленные резолюции Совета безопасности ООН. Пострадавших от паводков в районах Бразилии растет заболеваемость и смертность от инфекций, передаваемых через грязную воду. С начала мая зафиксировали около 2300 бактериальных заболеваний, включая дизентерию, гепатит А и Б, а также 17 летальных случаев. Семь из них из-за лептоспироза, сообщает Рейтер. Мощные наводнения на юге Бразилии унесли жизни 170 человек. Больше 800 тысяч пострадали. Около 50 числятся пропавшими без вести. Бедствие поразило более 80% муниципалитетов штата Рио-Гранду-де-Сул и оставило без крыши над головой больше полумиллиона человек. В Индии не спадает аномальная жара. За минувшие сутки в двух восточных штатах страны Одиша и Бихар от высоких температур скончались 15 человек. По прогнозам метеорологов, такая погода сохранится до конца недели. Столбик термометра во многих регионах не опускается ниже плюс 40 градусов. А в столице Нью-Дели на этой неделе зарегистрировали новый рекорд – 53 градуса. Во многих регионах наблюдается острая нехватка воды. Сильная жара также установилась и на территории соседнего Пакистана. Больницы госпитализируют десятки людей с тепловым ударом. Люди жалуются на головокружение и слабость. Сильные заморозки повредили до 70% цветущих яблонь в России. Эксперты прогнозируют сокращение урожая. Это может вынудить власти увеличить их импорт. По данным Ассоциации производителей плодов, больше всего фруктовых деревьев погибло в Ростовской, Воронежской, Тамбовской и Липецкой областях. В некоторых населенных пунктах температура воздуха опускалась ниже 5 градусов и держалась на этом уровне всю ночь. Тысячи жителей Панамского острова Гарди-Субдук вынуждены покидать свои дома из-за угрозы повышения уровня моря. По подсчетам экспертов, место, где они жили долгие годы, может полностью уйти под воду уже через 80 лет из-за изменения климата. По данным ООН, в странах Латинской Америки больше 40 миллионов человек живут в неизменных районах и сталкиваются с растущими рисками наводнений. Оселев Докалыкова, 24КИЗЭТ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok